Слушайте, а вообще, а что, ну, все как-то, какой-то, не знаю, какой-то ореол последних недель вокруг Байдена, будьте он мессия, вот все от него зависит. Вот смотрите, как Байден, вот прям, я не знаю, просто как там, ну, какой-то сверхчеловек. По большому-то счету, старик, немощный, которого турнули, отправили и поменяли после дебатов. Ну, то есть, если бы все было как бы по плану, да, то вряд ли бы он выходил позориться с Трампом вот первый раз летом. То есть, есть, может быть, это как бы грубо со стороны Трампа звучит, что случился в демпартии переворот и замена Байдена в результате переворота внутри вот этой группы, да, демократов. Но, тем не менее, как бы, ну, дыма без огня не бывает. А мы сейчас на него как бы вот указываем всеми стрелами и говорим, вот сейчас Байден даст приглашение в НАТО, сейчас Байден даст разрешение бить ракетами. Да и вообще, вот как Байден решит, так и будет. Подождите, ну, во-первых, хромая утка, во-вторых, больной старый человек, в-третьих, ну, как бы, извините, ну, он полностью управляет в быту своей женой, а там, может, и не в быту. Ну, Александр, по-моему, в прошлый раз мы с вами говорили бы, если нет, я готов еще раз воспроизвести свои аргументы по поводу того, какой возник этот парадокс с новыми украинскими планами. Помните, мы цепляли эту тему, как и почему выделены были 60 миллиардов долларов. Вот я сейчас утверждаю, что такие деньги, ну, такие, скажем так, такие средства возможностей, не буквально деньги, выделяют только при одном условии, что есть какой-то план, под который подобного рода помощь оказывается. Ну, это ахинея. Предполагаю, что сначала деньги, тем более, так коллективно проголосовали это республиканцы и демократы, а потом, как нам сообщили, поручено. Ну, ерунда, ну, ерунда. Я думаю, что и позиция Джонсона, которая изменилась, а затем и заявление Трампа, они были связаны с тем, что что-то было согласовано. И если эта гипотеза верна, а я считаю, что она верна, то несложно предположить, в чем суть этого плана. Ну, потому что где могли сойтись интересы демократов-республиканцев? Они могли сойтись в том, что главное, чтобы российско-украинская война осталась локальной, чтобы она не несла больших висков Западу, тем более вот в этом их страхе страхов, да, НАТО, Россия. Но, тем не менее, чтобы она давала результат. Этот результат – это изматывание России. Изматывание России, причем дело же не только в, собственно, военных действиях, ну, которые должны быть эффективны, обеспечены и так далее. Дело еще и в том, что параллельно начали реализовываться и другие направления. Ну, например, началась погоня по всему миру за нефтяным флотом России. Мы видим, как постепенно пытаются откорректировать рынок нефти и ищут способ, как все-таки повлиять на страну, во-первых, чтобы временно снизить цены на нефть. Такой трюк делался в свое время и в отношении СССР, и в отношении России, там, пару раз. Это трюк. То есть, говоря, речь идет о каком-то комплексе мер, санкции в том числе, которые должны были в отдаленной перспективе, ну, например, перспективе, там, 24-26 или 24-25, действительно усложнить жизнь России и толкать ее, как минимум, на какую-то приостановку войны. Важным условием, символическим, является то, чтобы Украина не допустила реализации заявленного, распиаренного, ну, плана, собственно, России. Ведь если убрать шелуху, то что Кремль обещал россиянам? Что мы освободим своих. Ну, с Крымом понятно, Донбасс. Поэтому давайте вспомним тяжбы вокруг Залужного, который, значит, был сторонником эффективной стратегической обороны. Но стратегическая оборона означает, что нужно было все силы положить на то, чтобы не допустить успешных прорывов и не допустить движения России в движении на Донбассе. А вот событие лета, Курская операция, она резко изменила все возможности этого плана. Потому что большие резервы Украины были брошены на Курскую операцию. Фигурируют там цифры, несколько десятков тысяч. Сейчас Зеленский объясняет это тем, что мы бы связали там 40 или 60 тысяч военнослужащих России. Но, честно говоря, выглядит это неубедительно. Потому что больших изменений с резервами на Донбасском фронте не произошло. Зато Донбасский фронт двигается очень активно. Уже Луганская область на грани полной оккупации. По Донбассу мы тоже видим, какие большие сдвиги происходят и риски есть, даже провалов об этом военные говорят. И получается так, что, по всей видимости, те установки и те планы, которые предлагались Украине вместе с помощью, они сейчас проигнорированы. Более того, Украина теперь неким своим планом победы, но в котором же не только про ракеты. То есть, видимо, речь идет и о других требованиях, связанных и с увеличением помощи гарантированных. Но и, видимо, с мерами, каким-то комплексом мер в отношении России. А теперь вопрос, а кто это все просчитывал? Мировой рынок – это же не бездонная бочка, которую можно сколько угодно черпать или перекрывать, и он будет на месте. Потому что издержки, которые несут страны Запада, в частности Евросоюза, уже огромные. Шольц назвал цифру потерь только северного потока, которую понесла германская экономика. 100 миллиардов евро. Ну, согласитесь, огромная цифра. Поэтому вот в отношении, собственно, плана победы, который может быть под триумфом поддержан, признан и напечатан даже в ведущих изданиях, у меня большие сомнения. А вот что я допускаю, я с этого начал. Я допускаю, что для того, чтобы Украина сохранила вот эту боевую жизнеспособность, потому что она создала новую ситуацию. Теперь у нас два огромных фронта, собственно, восточный с югом и Курская дуга – это новая. Она же требует, ну, как минимум, большей помощи, больших резервов, техники, боеприпасов и так далее. И она несет новые риски, потому что она создала условия для той самой эскалации, которая вообще малопредсказуема. Ну, грубо говоря, ракетная бомба в Украине и, наверное, ракетная бомба в Украине России. Поэтому тут будет, как раз, жесткий контроль над количеством того, что можно будет использовать. Ну, или километражом, да, вот сейчас написали в западной прессе сегодня, что дадут на 100 километров. Ну, 70 миль. Ну, вот, да. Ну, вот на 70 миль. Вот чего-то дадут, да. Сколько, как, ну, вот такие будут ракеты. То есть, понятно, о чем вы говорите. Но тут, простите, но возникает вопрос о вообще адекватности тех элементов пазла, с которого там, да, вот я начинал первый вопрос, который нам дает Зеленский. Адекватности, прежде всего. Потому что, судя по всему, или Зеленский находится в каком-то, ну, это было модно. Напомните, теплая ванна. То есть, вот эти все моменты, что ему там плохие новости не доносят. Ну, вот, как президенту, да, вот, приходит человек с плохими новостями, его потом выгоняют, такое, ну, как бы рассказывают. В офисе президента такая атмосфера. Но тут же, когда это прорывается внаружу, вообще не понимаешь, да, то есть, логики происходящего и звучащего из уст президента. Ну, во-первых, по поводу плана, тут откуда-то взялись три месяца. Ну, за три месяца Путин должен, как бы, искать мир. Например, Запад сделает шаги 4 плюс 1 вот эти, и вот Путин начнет искать мир. Сегодня просто это же, это же сенсация. Ну, вот, если так относиться к словам президента, как вот к истине какой-то в последней инстанции, вот он говорит, да, что встречи с представителями России уже состоялись в онлайн-формате, будут еще и оффлайн, и онлайн, и в начале ноября весь план будет готов. О, это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. Это заявление президента я привел. Вместе с этим он, РБК Украина, говорит, что 80 тысяч потерь украинцев, украинских военных, это ложь. Реальная цифра намного меньше, существенно меньше, заявлял Зеленский. Это в ответ на вот эту публикацию Wall Street Journal, где нам 80 тысяч пишут, и там, ну, 80 убитых, 400 тысяч раненых. Ну, то есть, понимаете, то есть вот-вот два заявления, я не прошу их составлять, это разные заявления. Но и одно, и второе нам демонстрируют какую-то игру. Причем игру я делаю предположение, хочу с вами на основе вот этих двух моментов, двух тем, которые осветил президент, я хочу вот все-таки ваше мнение. Мне кажется, что это утопия, что вокруг президента создают круг, пуленепробиваемый, информационный и теплую ванну. А это Зеленский создает этот круг для всей страны. 80 тысяч за два с половиной года? Да нет, успокойтесь, там существенно меньше. Я знаю, у меня секретные данные. Россия, переговоры уже были онлайн, будут оффлайн, все будет в ноябре, собственно, все будет готово. К кому это заявление? Вот вообще не просматривается никаких, ни о переговорах, ни о каких контактах, ну скажем так, нормальных перспектив. Александр, я о погибших говорить не буду, потому что я не владею эксклюзивом. И это просто, знаете, лить кислоту на раны людей, которые не знают судьбы своих родных. Не знаю. Я думаю, что мы всю правду узнаем после войны, и все равно никуда не деться. Все будет рассчитано, посчитано. Но я хочу обратить внимание на... Я переговоры скажу чуть позже. Я хочу обратить внимание на важнейший аспект, вот в его, к которому мы сейчас крутимся. Начало войны. Странное начало. Когда у нас, ну на фоне, уже сложно ведь, ожиданного или неожиданного, но такого разнонаправленного наступления России, вдруг проваливается юг. Проваливается юг, и согласитесь, достаточно противоречиво организована оборона севера. С большими потерями, с шоком населения. И потом военные, так между прочим говоря, что мы не хотели наводить панику, значит, чтобы эффективно провести потом свои операции. А мосты не взрывали, потому что, ну, конечно. Но я считаю, что вот эта страница войны в любом случае будет еще расследоваться. Так, впрочем, как же много вопросов у нас остается по событиям 2023 года, связанного с контрнаступлением, впрочем. Теперь я объясню, в чем вопрос к этим событиям 2023 года. И сейчас мы подойдем к 2024. Вы помните наши эфиры, я несколько раз акцентировал на том, как я расцениваю так называемый план залужного, но который был опубликован. И что мне кажется важным? По сути, говоря тогда о вооружении, о необходимости подготовки вот целых новых бригад, оснащенных их, так сказать, соответствующих, ну, квалификационной подготовки. Я назвал это армией в армии, что мы можем создать боеспособное ядро, высокотехнологичное, которое вовсе не обязательно просто сжигать в каких-то массовых атаках, которые могут использоваться как мобильный резерв, а главное, упреждающий и влияющий на планы врагов. Это тоже элемент организации стратегической обороны. Тем не менее, судя по тому, как прошла военная кампания 2023 года, много вопросов к направлению Бундара, к эффективному и неэффективному использованию этих бригад, к проблеме слаженности, о чем начали говорить. В итоге, к огромным потерям и неудаче операций. Ну, каким потерям, слушайте? 80 тысяч за 20,5 года это вранье, существенно меньше. Или мы считаем потери вот этой армии в армии? Армии в армии прежде всего, прежде всего, да. Но что особенно 2024 года? О чем темы у нас нет в медиа? Это провалена подготовка к организации эффективной или проактивной стратегической обороне. Начался этот провал, когда мы узнали о фактах, например, неэффективных оборонительных сооружений в Харьковской области. Затем начался, что большие вопросы к новым фортификациям на Донбассе. Старые 14-15-го оправдывают себя, да, там идут бои, линии обороны, все знают уже населенные пункты, где там прошло. А вот новых линий, которые бы были обеспечены современными сооружениями, и которые где бы позиции занимали те самые новоподготовленные бригады, этого ничего нет. Сейчас, судя по сопровождению информационному бою, который проходит на Донбассе, дырки латаем, перебрасывая и плохо подготовленные, и проверенные в одну кучу, и опять проблемы со слаженностью и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, посмотрите на это глазами наших партнеров, которых просят постоянно очередные сотни БМП, очередные сотни тысяч снарядов и так далее, и так далее. Если говорить серьезно, вот именно в этом плане, разумного, рационального, военного планирования, достижения ДДД, ничего не получалось. И в этом отношении Курская операция, которую отмечается, ну, с военной точки зрения, продуманную, ну, если говорить эту форму, да, техническую, владение карты, там, ориентация на местности, все замечательно. Вопрос. А с точки зрения, собственно, вот этого военно-стратегического значения, это что? Каких целей мы можем достичь в войне, если мы отвлекли на эту операцию лучшие бригады, как сами признают военные, проверенные в бою, слаженные и оснащенные. Если мы не решили и не собираемся решать тех проблем, которые у нас перенакопились на Донбассе, и там держатся из последних сил, и, судя по всему, пока не получается сдержать. Ведь это, по сути, тоже еще одна страница неудачи. И на этом фоне появление, то есть, грубо говоря, не справились с задачей формирования эффективной устойчивой стратегической обороны проактивной, о которой говорят два года. И этот вывод, он важнейший. На этом фоне, помните, как объясняли Курскую операцию, не с военной, а с психологической стороны, нужно поднять дух. Но, тогда у меня вывод, мы сейчас находимся в таком состоянии духа, общественного, политического, что, несмотря на задачу организовать стратегическую оборону и так изматывать врага, не дать ему реализовать свои военные цели и пересмотреть свою военную стратегию, мы вынуждены совершать вот такого рода операции, чтобы хоть как-то взбодрить, чтобы хоть какой-то образ надежды сформировать. Но из этой же оперы и вот этой кампании по плану победы, ведь какую она функцию выполняет? Ту самую духоподъемную, что вообще есть план победы, само название, попробуй его оспорь. Ну вот, произносишь план победы, как можно оспаривать победу, о которой заявляет военно-политическое руководство? Вот попадаешь в моральный капкан. Вот, все остальное в белом тумане. Мы не знаем на самом деле, насколько просчитаны и продуманы пункты, но дело даже не в пунктах. Ведь этот план, судя по всему, если и написан был где-то там в контакте с партнерами, то в очень узком кругу. И теперь приходится перетаскивать на свою сторону и убеждать, что то, что мы опять задумали на третьем году войны, с этими странными страницами предыдущими, вот это выстрелит. У меня вопрос, а поверят ли вообще самому такому подходу? Есть уже несколько раз на протяжении войны основные направления, подготовка обороны перед угрозой войны, проведение контрнаступления, задача создания эффективной и проактивной стратегии не реализовывались. Наоборот, создавали новые проблемы. Как один сказал мне дипломат, когда-то на вопрос, ну я у него спрашивал, что он думает о заявлениях, о планах, это было где-то год назад, он сказал, Андрей, я не смотрю заявления, я смотрю на карту. Я смотрю на карту. И мы говорим не о границах, мы говорим о карте боев и изменений в самой Украине. Я подвожу к чему? Что мне кажется, что независимо от яркости сейчас презентации, к Украине именно в этом отношении, в плане, не в плане боеспособности частей, или стойкости украинского воина, а в плане способности к эффективному стратегическому планированию и реализации намеченных планов, огромные вопросы. В том числе и к тому плану, с которым поехал Зеленский в Соединенные Штаты. Поэтому, чтобы не создавать повода для ненужных, неуправляемых, эпатажных скандалов, конечно же, помощь будет оказываться. Но я не сомневаюсь, что она будет в крайне ограниченном объеме и только в пределах тех действий, которые вот сейчас очевидны. Курск, Донбасс и, возможно, какие-то буферные территории, которые позволят минимизировать какие-то потери с нашей стороны, потому что будут биться по складам, военным объектам и так далее. Все, вряд ли больше. Запад не только не готов на формулу всем миром против России. Запад активно перезагружается. Все наши партнеры... Я о Британии вообще молчу. Там уже смена премьеров, как само собой происходит. Но посмотрите, все наши стратегические партнеры в войне, в глубочайшем внутриполитическом кризисе. И то, как происходит кампания в Америке, это американский кризис. Это не конкуренция идеи программ. Это чуть ли не война курсов, в котором уже и стреляют на предвыборных мероприятиях. Во Франции вопрос номер один – это судьба Макрона, который может недопрезидентствовать до 2027 года. В Германии уже, очевидно, уже началась гонка. Уже Шольц не воспринимается как гееспособный канцлер. Уже называются имена будущих канцлеров, идет дележ портфелей. Хотя выборы только через календарный год. Вот в каком положении наши стратегические партнеры. И в этом отношении обеспечивать какую-либо гарантию этих лиц и их решений, ну, было бы смешно. И о Байдене. Ну, иногда и, знаете как, висящее ружье нет-нет, да и стреляет на сцене. Но я согласен с вами в главном, что решения Байдена перестали быть самостоятельными. Вот в этом я с вами абсолютно согласен. И мне кажется, что несамостоятельность решений Байдена, это не лето и выборы кандидатов. А, по всей видимости, эта ситуация уже, ну, календарно ей добрый год. И вот эта дискуссия, которая началась в американской политике давать-не давать Украине оружие, а потом некий компромисс, который вдруг вырос в решении, уже говорит о том, что планы поменялись. Что Байден уже не рулит военной кампанией в отношении Украины. Что есть другие длинные расчеты. Они такие же прагматичные, корыстливые, рассчитанные на то, что Россию удастся подорвать. Но это не тот план войны и план консолидации демократического мира на войне, с которым шел Байден. Это другой план. Сейчас мы видим, что действительно американские элиты, их заботит уже не столько судьба Украины, сколько вопрос, состоится ли тот самый большой глобальный раскол, которого они так боятся. До раскола считанной недели. Заметьте, как растет внимание к саммиту БРИКС. Уже там и талибы появились, как гипотетические участники. Но ведь саммит БРИКС – это не просто очередная туса. Речь идет о формировании нового подхода к развитию после вот этого постамериканского меропорядка. Потому что БРИКС – это тоже антикризисная группа, которая, по сути, закрывает, завершает деятельность предыдущей большой группы двадцатки, двадцатки ответят на глобальный кризис. Она постепенно начинает затухать. А БРИКС собирает не просто лидеров, он собирает новых лидеров, претендентов на крупное лидерство до тех самых полюсов. Вот что так и беспокоит Запад. Это куда более серьезный вызов, чем ход российско-украинской войны. Поэтому российско-украинская война для Запада должна происходить в локальном управляемом варианте и жить столько, сколько можно немножко потрепать Россию. Не более и не менее.